Здравствуйте, друзья! Меня зовут Дмитрий Родин. Я работаю в сметном деле с 2010 года. За это время в моей папке «Сметная база» скопилось более 15 тысяч смет. То есть опыт действительно работы у меня имеется. Поэтому я хочу поделиться с вами своими наработками, которые очень сильно облегчат начинающему сметчику и опытному сметчику работу в сметном деле. Друзья, все мы знаем, что сейчас идет очень активный переход на ресурсную модель составления сметной документации. И на самом деле это достаточно болезненный процесс для тех людей, кто работал базисно-индексным методом, у кого были свои шаблоны, нужно перейти на ресурсный метод. Вот с этим я как раз таки хочу вам сейчас помочь. За годы работы в сметной практике я выработал для себя удобный метод работы со сметами. У меня есть шаблоны по видам работ, я их заранее заготавливаю для себя. И из этих шаблонов я беру необходимые расценки, копирую их и вставляю в новые сметы, которые мне нужно сделать. Вот именно такие шаблоны, такой комплект шаблонов я подготовил для вас, чтобы вы могли его приобрести, чтобы вам не нужно было пересчитывать ваши расценки старые в сметную базу новую, FSNB 2022, потому что это достаточно трудоемкий процесс. Данный процесс я уже сделал за вас и есть определенный набор шаблонов, самых таких ходовых шаблонов, ходовых видов работ, которые вы можете использовать в вашей сметной практике. Данный набор шаблонов называется комплекс работ по ремонту помещений, шаблон для ресурсной сметы базы FSNB 2022 и вы можете приобрести его на моем блоге. Стоимость вы обязательно уточните по месту, потому что стоимость может меняться. А сейчас я покажу, что входит в данный набор шаблонов. Давайте пробежимся по тем шестисметам, которые есть в данном наборе шаблонов. И первый шаблон это стены, потолки, перегород. Я пройдусь по заголовкам, чтобы не сильно углубляться во внутреннюю часть шаблона. Потому что каждый шаблон содержит там от 150 трочек сметных. Итак, в этом шаблоне у нас есть леса, есть монтаж перегородок, демонтаж перегородок. Перегородки у нас есть каменные, гипсокартонные, перегородки в санузлы. Дальше идет раздел обшивка, то есть обшивка стен по каркасу. Всевозможные материалы, такие как USB, например, гипсокартон. По каркасу, без каркаса, на клею, по деревянному каркасу, металлическому и так далее. Есть временные конструкции, защитные во время ремонта, которые мы применяем. Есть раздел декоративной штукатурки. И подробный раздел ремонт стен, где также есть демонтаж всевозможных штукатурок, расчистки. Дальше монтаж штукатурки разных толщин, разными видами. Есть раздел отдел, как те мы будем уже оклеивать обои, например, окрашивать стены и так далее. Раздел штробы, откосы, отбойная доска по стене. Также развешивание всяких разных зеркал, стендов, полочек и так далее на стены. Это также есть в данном шаблоне. Раздел потолки. И здесь также есть разборка всяких разных подвесных потолков, армстронги, натяжные потолки и так далее. Грильята. Подготовка потолков, их поверхности перед отделкой. Окраска-штукатурка. Монтаж подвесных систем армстронг. Смена плиток в армстронге. Монтаж систем с алюминиевым заполнением металлизированным. Гипсокартонные потолки, реечные, грильята, натяжные. Потолки из ПВХ панелей и так далее. Все, что с этим связано. В разделе «Разное» мы здесь окрашиваем всякие разные металлические поверхности, которые могут встречаться во время ремонта. Монтируем вентиляционные решетки, которые также могут на стенах встречаться. Ну и есть некоторые другие работы. Ну и обязательно в каждом из шаблонов есть раздел «Мусор», где мы собираем, так сказать, очищаем помещение от мусора, загружаем и вывозим это куда-то на свалку. Первый шаблон насчитывает 287 расценок, как вы видите, такой немаленький. Давайте посмотрим шаблон по ремонту полов. Также перейдем по заголовкам. В ремонте полов у нас что есть? У нас есть, во-первых, демонтаж, всякие разные работы по демонтажу, в том числе это разработка грунта, демонтаж плентусов, покрытие из плитки, различных покрытий, то есть там линолеумы всякие и ламинаты и так далее. Есть подготовка, то есть оснований, есть разборка стяжек тоже разной толщины. Дальше идет второй раздел, это лаги, доски, фанера, да, то есть все, что связано с дочечными полами. Здесь собраны комплексы работ. Дальше идет раздел оснований, это что касается, по большей части, бетонных покрытий, да, то есть там песчаные щебеночные основания, бетонные основания. Керамзит, керамзитобетон, также есть раздел, стяжка. Здесь мы будем создавать, монтировать стяжки тоже разных толщин, разными методами. Раздел гидроизоляция, соответственно, гидроизолируем полы тоже разными методами. Покрытие, ламинированное, паркетное покрытие, бетонная плитка, керамическая, керамогранитная плитка, плитка на ступени, керамогранитная или мраморная. Монтаж, укладка линолеумов, тактильная плитка, плинтуса, порожки, ну и все, что с этим связано. В разделе трапы, если в полах встречаются трапы, соответственно, мы тоже их должны заменить с вами. 50-е трапы, 110-е трапы. Естественно, все это идет с подбором материалов. Ну и теплый электрический пол также бонусом идет. Это частенько сейчас делают подстяжку в электрический пол. Здесь также есть данный раздел, ну и вывоз мусора в том числе. Раздел окна и двери, то есть заполнение проемов. Здесь мы собрали все, я собрал здесь все работы, которые связаны с заполнением проемов. В том числе это подготовка проемов, то есть пробивка или закладка старых проемов. Раздел двери, здесь мы будем демонтировать двери, монтировать стальные двери, межкомнатные двери, ПВХ-двери, наличники, доборы, порожки. То есть все, что связано с этими проемами, подготавливать откосы, монтировать доводчики, перемычки, причем металлические, бетонные перемычки. Окрашивать, естественно, старые двери, не окна. В разделе окна мы также будем подготавливать проемы, то есть демонтаж делать, монтаж балконных дверей, монтаж ПВХ-окон, подоконники, откосы, отливы. Откосы разные могут быть, гипсокартонные, штукатурные откосы, сэндвич-панели, все это учтено вместе с материалами. Регулировки створок всякие разные тоже здесь учтены. Жалюзи, карнизы, все, что связано с оконами, окраска окон опять же, смена стекол отдельных и переплетов, также здесь есть отдельные расценочки. Дополнительная герметизация, если нужно по периметру что-то сделать, это также имеется. И плюс есть раздел решетки, где мы, если на окнах часто встречаются решетки, мы их должны сдемонтировать, соответственно, установить новые решетки. И материалы, опять же, подобраны из нормативной базы, чтобы не было никакого конъюнктурного анализа. Ну и также вывоз, погрузка мусора. Отопление, водоизоляция тоже достаточно такой обширный раздел. 341 позиция в данном шаблоне и здесь мы с вами наблюдаем все, что связано с коммуникациями. Вода, отопление, водоотведение, водоснабжение. Это все здесь есть. Разборка, соответственно, все трубы разбираем. Дальше идут стальные трубы, в том числе сборка узлов, прокладка труб. Дальше идут полипропиленовые трубы воды и отопления со всеми фасонными частями. Металлопластиковые трубы, также с фасонными частями. Отдельно идут фасонные части раздел на металлопластик, на разборные фасонные части. Полипропиленовые, комбинированные и некомбинированные и так далее. Раздел радиатора отдельно также я выделил. Здесь есть стальные радиаторы, алюминиевые, биметаллические, чугунные, арматуры для них, решетки радиаторные, контрольно-измерительные приборы. Также, то есть термометр, манометр, если понадобится, тоже здесь есть все это в шаблонах. В разделе разные, также есть опоры для крепления труб, если там, например, по подвалам что-то прокладано, там бывает нужно металлические конструкции сварить. Пробивка отверстий всевозможных диаметров, через проходки всевозможные стены, кирпичные, деревянные и так далее, перекрытия. Врезки разных диаметров, арматура, муфтовая арматура, фланцевая арматура, балансировочная арматура. Материалы, естественно, подобраны из нормативной базы, чтобы не нужно было это искать очень удобно. Фильтра, монтаж и так далее. Раздел водоотведения, то есть здесь мы разбираем трубы канализации 50-е, 110-е и монтируем обратно уже пластиковые, ПВХ-шные, полипропиленовые трубы. И там есть также фасонные части. Изоляция. Что касается изоляции, тоже достаточно подробно здесь раздел. То есть если это стальные трубы, то их сначала нужно окрасить, после этого их нужно замотать в какую-то вспененную изоляцию, например, матами. Либо трубки смонтировать. Также есть изоляция из минваты, есть цилиндры минерально-ватные. Это все тоже подобрано, все материалы. И вам будет очень удобно пользоваться данным шаблоном. Ну и также вывоз мусора. Электромонтажные работы тоже достаточно большой такой раздел на 314 строк. И здесь мы полностью весь комплекс наиболее часто используемых работ по электромонтажу. Будь то ремонт помещений, капитальный ремонт помещений или новое строительство. Раздел демонтаж. Там будет у нас демонтаж всяких кабелей, труб, кабель-каналов и так далее. Приборы это у нас разделяются на смену и монтаж. Это значит всякие розетки, выключатели и так далее. То есть все также подобрано из базы. Причем цены более-менее нормальные, сносные цены, не какие-то там дешманские. Прокладка кабелей в гофрах и трубах. Раздел это, что касается круглых труб или гофры. Затягивание кабелей в стальные трубы, в металлорукава, в обычную гофру. Также есть раздел, где мы прокладываем по квадратным каналам кабеля. То есть это у нас могут быть короба, могут быть стальные короба и прокладки разных сечений. Причем кабеля также подобраны. Максимальное количество часто встречающихся кабелей подобрано. Для того, чтобы вы это не искали. Кабель открыто по конструкциям, тоже частенько там прокладываем по всяким штробам, да, без кабелей. Тоже есть раздел, посвященный этому. Есть также раздел разные кабели. Там дополнительные кабеля, которые могут сметчику пригодиться, отражены. Раздел светильники. Все, что касается демонтажа, монтажа светильников в подвесных потолках, на стенах, просто на потолках. Аварийные светильники, бактерицидные всякие медицинские облучатели. Светильники наружные, люстры и так далее. Здесь все это подобрано в данном разделе. Также вот три раздела шины, автоматы и щиты. Это все, что касается щитового оборудования. То есть всякие разные автоматы. УЗО, одинрейки, заземлители, ну и так далее. Здесь в принципе все это есть. Также проводка в щите. Очень часто гибкой проводкой делают электрики внутри щитов. Очень редко сметчики это учитывают. Здесь вот также этот раздел учтен, в том числе подбор нужных кабелей здесь учтен. Штраба, отверстия, соответственно, тоже штрабимся, прокладываем кабеля, потом все это заделываем. Счетчики трехфазные, однофазные, однотарифные, многотарифные. СИП кабелей, тросы. Также здесь есть, если какие-то наружные у вас сети, да, это можно учесть данным разделом. Клеммы и коробки, потому что на самом деле вот выше здесь не учтены прокладки монтажных коробок распределительных. Отдельно сменщики очень редко это учитывают, к сожалению. Отдельно нужно на самом деле собирать коробочки и в них делать монтаж проводов. Вот это здесь также учтено. Коробки рекомендованы определенные. Заземление. Целый раздел заземления, то есть это, значит, уголки заземляющие, да, полосы стальные, прутки. Все это здесь есть. Ну и, конечно же, раздел пусконаладка. Там тоже есть рекомендованные расценки, которые можно применять в сметах. И сантехнические приборы, бойлеры. Здесь достаточно тоже много расценок интересных по устройству сантехнических комнат. В том числе это приборы, унитазы, писсуары, умывальники, раковины, мойки, ванны, поддоны, смесители, кабины душевые, инсталляции, сифоны, подводки, гибкие краны, счетчики. Также есть раздел замена трапов или монтаж трапов в полу. Сушилки для рук, электрическая, либо водяная, то есть имеется ввиду змеевики. Краны, запорная арматура, также которые могут встретиться с приборами, есть отдельный раздел. Раздел тумбы, шкафы, приборы на стену, стеллажи. Это все, что касается внутренней части наполнения. Также есть зеркала и таблички, держатели для бумаги, дозаторы для мыла. Все это есть в данном разделе. И отдельный раздел водоподогревателей, бойлеры, емкостные проточные газовые. Это, сами знаете, тоже важная штука. Без нее ни один ремонт, в общем-то, не обходится. Вот так вот, друзья, 6 таких шаблонов я вам предлагаю рассмотреть. Есть ссылочка под данным видео. Переходите на описание, смотрите и приобретайте шаблоны. Из преимуществ, что я хочу отметить, что это шаблоны, которые вы просто копируете и вставляете в вашу смету. Главный плюс в том, что вам не нужно даже особо изучать какую-то теоретическую часть. Вы просто берете нужный набор расценок, копируете смету и вы, по сути, поменяя просто объем, получаете готовую смету. Дальше, конечно же, все шаблоны созданы в базе FSNB 2022, уже в ГСНах. То есть сейчас это очень актуальный переход на ресурсный метод. Вот, пожалуйста, это очень хорошее вам подспорье для перехода. Вам не нужно пересчитывать ваши старые шаблоны. Есть уже готовые новые шаблоны, которые я уже пересчитал за вас. На самом деле, я проделал достаточно большую работу. Все необходимые материалы на 99% уже подобраны к расценкам. Причем есть материалы, которые встречаются в несколько вариантов. Более дорогие, более дешевые, например. Ну вот, для примера, давайте я открою смету шаблон на стены, перегородки и потолки. Вот есть, например, сплошное выравнение поверхностей. И, во-первых, вы здесь видите, что здесь идет расценка на 1 квадратный метр. Вы сразу же увидите стоимость, которая идет за квадратный метр. В ресурсном методе это очень удобно. Вы сразу увидите итоговую стоимость. И здесь есть, например, два варианта подобранных сухих штукатурных смесей. Один стоит на единицу расхода 273 рубля. Второй стоит 130 рублей. То есть, если вам нужно словировать где-то подешевле, подороже, вы можете здесь выбрать конкретные какие-то материалы. То есть, какие-то материалы можно выключить, как в данном примере. Какие-то материалы включить. Друзья, большинство, 99% материалов уже учтены из нормативной базы. Но также встречаются некоторые материалы, которых пока нет в нормативной базе. В этом случае я даю гиперссылку на сайт производителя, где вы можете посмотреть актуальную цену данного материала. Также данные шаблоны обязательно подходят под каждый регион, потому что база у нас, к счастью, наконец-то стала универсальной для всей нашей Российской Федерации необъятной. И все, что нам нужно сделать, по сути, это просто загрузить из сплитформы индексы по группам ресурсов. И в этом случае вы получите готовую смету. То есть, никаких пересчетов базы уже вам делать не нужно. Также открою еще один шаблон, например, ремонт полов. Вот здесь вот сверху есть такая штука, площадь, скопировать строку в смету называется. Это как раз-таки площадь, которая привязана практически ко всем расценкам шаблона. Здесь вы можете ее сразу же поменять, например, скопировать несколько строк в вашу смету. Вы можете потом изменить на вашу площадь. И весь шаблон сразу же пересчитывается под вашу смету. Здесь обычно стоит единичка, чтобы вы видели единичную стоимость на каждую, например, расценку. Вот в данном случае разработка грунта идет на 1 квадратный метр. Вот он 1 квадратный метр толщиной, а слоя 40 сантиметров. И вот это будет стоить 416 рублей. Точно так же, например, разборка плинтусов идет, пересчет по определенной формуле за метр стоимость практически. Ну и так далее. То есть, каждая расценка привязана и связана идентификаторами. Причем идентификаторы, они уникальные. И они у вас никогда не пересекутся с вашими идентификаторами в ваших сметах, потому что у них уникальное имя. У вас не будет возникать никаких ошибок при вставке. Друзья, это отличный быстрый старт для новичков в сметное дело, кто тем более только-только переходит на ресурсный метод. Плюс все эти расценки, они многократно проходили экспертизу, не конкретно в этой базе, а в предыдущих базах, потому что данная база новая. Но эксперты замечательно принимают данные расценки, поэтому это мой многолетний опыт. Я с вами сейчас им просто делюсь. И также, друзья, будет обязательно обновление этих шаблонов, потому что я периодически добавляю сюда новые расценки, корректирую какие-то ошибки, заменяю какие-то неточности, добавляю новые материалы. Это все вы будете получать бесплатно в рамках вот этих вот шаблонов, которые вы приобретаете. Поэтому периодически заходите, смотрите по вашему заказу. После оплаты заказа вы получите ссылки на конкретные, каждый из шаблонов. И здесь вот, например, если перейти в ремонт помещения, вот здесь написано версия, версия 1.0. И дальше идет название шаблона. Вот здесь может быть версия 1.0, 1.1, 1.2. Скачивайте самую последнюю версию, она наиболее актуальна. Но также предыдущие версии я не буду удалять, они все будут храниться друг за дружкой. И письмо после оплаты, которое вы получите, там будет ссылочка на данную папку на удаленном сервере. И скачивайте, я вам советую, последнюю версию. Напомню, что данное обновление шаблонов будет для вас бесплатным. Будет отдельный видеоурок или может быть несколько видеоуроков, как именно пользоваться данными шаблонами, как установить их, как скачать. Вы будете зачислены на отдельный курс в вашем личном кабинете по использованию данных шаблонов. Этот курс сейчас как раз таки в разработке, буквально день-два он уже появится. Поэтому смело можете приобретать данные шаблоны и пользоваться ими в своей практике. Что ж, друзья, вот такая была сегодня для вас информация. Я надеюсь, что данный набор шаблонов очень сильно вам поможет. Мне он, например, помогает очень сильно. Я потратил огромное количество времени на пересчет данных шаблонов. Честно вам скажу, это было непросто, потому что много шаблонов было, которыми я пользовался постоянно. Они все были в Ленинградской области. И чтобы перевести их в новую нормативную базу, я просидел не один день за этим процессом. Итак, вы переходите на ссылочку под данным видео, попадаете на страницу описания. Здесь есть подробнейшее описание каждого из шаблонов, особенностей, преимущества и так далее. И здесь вы можете также получить по отдельности каждый из шаблонов, но это не очень будет выгодно. Выгоднее, конечно же, получать их все вместе. Поэтому, друзья, переходите, смотрите описание и делайте заказ. Вот здесь вот есть кнопочка «Добавить в корзину», как видите. И потом уже после того, как вы добавите в корзину, вы можете оплатить любым удобным для вас способом. Спасибо вам большое за внимание, друзья. До новых встреч. Встретимся в новых видеоуроках.